Это отрадное вообще событие, потому что оснащение прокурорских работников, создание надлежащих условий для их службы, позволяет, дает нам возможность спросить их за эффективность работы. Вот Абстане, Казани, это понимают, поэтому не отличают региональные прокуратуры, региональные какие-то ведомства от федеральных, это все представители власти, поэтому они откликаются, поэтому они делают то, что должны делать все структуры власти. Хочу отметить, что для республики Татарстан это не просто новоселье, это понимание и осознание со стороны президента республики Рустама Нургалевича, важность тех задач, которые стоят перед природоохранной прокуратурой. Не случайно, как Сергей Петрович уже сказал, у нас подряд три года получается, то есть 2015 год был парков и скверов, 2016 год водоохранных зон, 2017 год в России, в Татарстане год экологии, в Татарстане еще и общественных пространств, практически каждый год получается год у нас природоохранной прокуратуры, дополнительные нагрузки и дополнительные задачи, и, конечно, это не случайно. При этом хочу отметить, что это работа взаимодействия и с государственными органами власти, республики Татарстан, и муниципалитетами, и, конечно же, правительством республики. Работа проведена огромная, и вот пользуясь случаем просто хочу сказать большое спасибо всем сотрудникам прокуратуры, которые все эти три года берут на себя огромную нагрузку. Сегодня утром на встрече Рустама Нургалевича с Вениамином Вениановичем уже говорилось об объемах, которые проведены. Это более 2,5 тысяч проверок за ежегодно. Это более 1100 километров за прошлый год обследованной береговой полосы. Поверьте, это огромная работа для того небольшого коллектива, который есть сегодня природоохранной прокуратурой. Аплодисменты! Один сотрудник, который готов принести. В таких условиях не работает никто сегодня, вот в нашей системе никто не работает. Я даже не думаю, что не только в вашей, я думаю, что и в системе генерализации готовы тоже. Так и есть. Можно сказать, что 350 демонтированных объектов, да, у нас больше 365. 365. Это 365 дней в году, на всякий случай. Да, это серьезно. Впереди еще очень много. Поэтому мы планку не должны снижать. Да, планку не должны снижать, потому что у нас очень много еще работы. Блицу порядок надо вести еще. Тем не менее, задача поставлена. Видите, что Руслан Маргаревич сегодня так и сказал? Да, по берегам, где он увидел, что разъезжал по лесу, говорит, что еще работы не работали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!